Здравствуйте, меня зовут Ольга, я вас приглашаю на урок географии. И сегодня мы будем говорить об индустриализации в Латинской Америке. Индастриал, то есть промышленность, как же она развивалась и какие процессы в Латинской Америке с этим были связаны. Самое главное, о своеобразии индустриализации на территории этого региона. Не случайно я начала с флага Бразилии, стабильность и прогресс написаны на этом флаге, а мы с вами отправляемся в Латинскую Америку. Давайте вспомним еще раз, где же она находится. Все, что выделено голубым цветом. Откуда взялось такое название региона Латинская Америка? Верно ли, что от языков, которые восходят к великой латыни, то есть к тому языку, на котором говорили в Древнем Риме? Название региона менялось, менялось неоднократно. Называли этот регион Индоамерика. Как вы помните, Колумб, когда открыл эту территорию для Европы, назвал местных жителей индейцами, индийцами, поскольку он полагал, что прибыл в Индию. Название сохранилось. В английском языке разницы между индийцами и индейцами практически нет. Одно и то же слово используется. Испанская Америка было второе название для этого региона, поскольку большую часть территории все-таки осваивали, исследовали и колонизировали именно испанцы. Ну и наконец такое непривычное нам название. Ибо Америка, то есть Америка, принадлежащая странам и открытая странами, находящимися на Иберийском полуострове. То есть Испании, Португалии, ну и частично Франции. Иберийским полуостровом называли Пиренейский полуостров. Все-таки прижилось название Латинская Америка, как ни странно. То есть территория, заселенная выходцами с Иберийского полуострова. И название это предложил Наполеон Третий, который был племянником Наполеона Первого. Ну вот так исторически сложилось. Состав региона достаточно пестрый. И здесь можно выделить несколько частей. Мы о некоторых из них с вами будем говорить далее. Это собственно территория, принадлежащая Мексике. Это страны Центральной Америки. Мексика находится в Северной Америке. И это страны, которые находятся на островах Веста Индии. Не случайно такое название. Западная Индия, так ее назвали. Полагаю, что все же это территория Индии. И это страны, которые находятся непосредственно на материке и на островах, прилегающих к материку Южная Америка. У этого региона богатое колониальное прошлое, поскольку ничем иным, кроме как колониями, эти страны не были никогда. И вот здесь на карте вы можете увидеть, в каком же году получали независимость государства Латинской Америки. Как видно, годы очень разнятся, но освободительные движения прошли по всем странам. И войны за независимость, иногда гражданские войны, разделение территории были очень жестокими. Любое следствие колониального владычества всегда, как правило, выливается в переделку границ и в переделку ресурсов, в перераспределение ресурсов. На этой карте мы видим, кому же принадлежали основные территории и, собственно, на языках каких стран могут говорить на этих территориях. Как видно, основная часть принадлежала, по крайней мере, Испании. Меньшая часть желтым цветом выделена. Это территория, которая была колонией Португалии. Это Бразилия. Не случайно Бразилии говорят сегодня на португальском языке. И знаменитый бразильский писатель Жордж Амаду пишет именно на португальском. Ну, а меньшая часть, совсем небольшая часть на севере Южной Америки. Это часть, которая принадлежит Франции, Великобритании и Нидерланда. Ну, вот, собственно, условные знаки к этой карте. Вы можете ее совершенно спокойно прочитать самостоятельно. Ну, как видно, основная территория относится именно к владениям Испании, ну, и меньше Португалии. Вот Латинская Америка в цифрах. По площади примерно 21 миллион квадратных километров. По площади немножечко есть различия от 19 до 21 миллиона, в зависимости от того, что же туда все-таки включают. Это сравнимо с территорией России. Население 626 миллионов человек, соответственно. И плотность населения 31 человек на одном квадратном километре. Это 33 государства примерно, потому что политическая карта очень нестабильна, очень быстро меняется. И это 13 колоний, независимых территорий, которые до сих пор существуют в Латинской Америке. Ну, и это три страны, которые утверждают, что они абсолютно победили неграмотность. А именно это Куба, Венесуэла и Боливия. Так ли это на самом деле? Наверное, чтобы проверить, нужно пожить в одной из этих стран довольно долго. Густерсные языки, соответственно, тому, какие страны были метрополиями, то есть владели территориями в Латинской Америке. Испанский, португальский и в меньшей степени французский, язык Нидерландов, потому что именно так, а не Голландия, называется эта страна, и английский, ну и в меньшей степени оставшиеся языки, хотя есть и языки индейцев. История очень пёстрая. Она связана с завоеваниями, с эпохой конкистадоров, которые, как мы помним, шли с мечом в одной руке, с крестом в другой, и с жаждой золота в сердце. Первоначально приняли их очень хорошо, никто не ожидал дальнейшего развития событий, но испанские, португальские и иные завоеватели считали, что территория населена, собственно, не совсем людьми, поскольку они не имели одежды, они вели странный образ жизни с точки зрения тогдашних цивилизованных европейцев, и поэтому, в общем-то, надлежало этой территории распоряжаться по своему разумению. Первое, чего хотели завоеватели, конечно же, это золото. И ради золота совершались совершенно невероятные по нынешним временам истремления коренных жителей. Были захвачены все империи индейцев, которые находились на территории Латинской Америки. Сопровождалось это иногда страшными событиями. Эрнанко Кортес, Франциско Писарро и прочие завоеватели, колонизаторы, конкистадоры, совершенно никаких средств не выбирали, а делали все, что хотели. И, естественно, это принесло определенные результаты. Было найдено золото, были найдены богатства, переплавку шли самые сакральные, самые священные предметы, которые принадлежали индейцам, и, в общем-то, была назначена дань определенная на каждое индейское племя. Ну, а далее эта история благополучно продолжается уже в веке 17-м, в веке 18-м, когда золотые запасы были, в общем-то, исчерпаны, и нужно было что-то с этой территорией делать. И выяснилось, что она очень хорошо подходит для плантационного хозяйства и для освоения богатейших минеральных ресурсов. Сюда был завезен кофе из Африки. Здесь позже появились, как плантации, огромные поля кукурузы, которые отсюда родом, табак выращивали в больших количествах, ну и, конечно же, добывали минеральные ресурсы. Были большие надежды на Аргентину. Не случайно ее так назвали от слова «аргентом», что по латыни означает «серебро». Но серебра там не нашли, зато нашли серебро в Перу. И запомните, пожалуйста, эту иллюстрацию. Это старинная гравюра примерно XVII века. Вот так выглядел серебряный рудник по Тусе, который находится в Перу. История индустриализации продолжалась с сахарной эпопеей, потому что сахарный тростник тоже сюда завезли через Европу из Азии. И оказалось, что он здесь прекрасно растет. Вот такие маленькие сахарные гасиензы, сахарные заводики возникали практически по всей территории Латинской Америки. В основном хозяйство ориентировалось на побережье, потому что так было удобнее вывозить. Это тоже следствие такого вот колониального принципа. Но с сахарными заводами все не ограничивалось. Потихонечку возникали крупные латифунди, крупные плантационные хозяйства. Возникали даже вот такие ткацкие фабрики, потому что хлопок очень хорошо так же себя чувствовал в Латинской Америке, его выращивали. Ну и иногда фабрики по совместительству становились еще и тюрьмы, поскольку работали на них иногда заключенные. Дальше началось в XVII-XIX веках уже, конечно, бурное развитие промышленности. Возникали целые промышленные регионы, в основном, конечно, в портовых городах. Возникали заводы по выплавке железа, медные заводы. Была обнаружена селитра в Чили. Это сырье для производства азотных удобрений, которые образуются из вековых наслоений помета птиц, гнездящихся на побережье. И были найдены драгоценные камни, изумруды в Колумбии и многое-многое другое. В индустриальной эпохе сопровождалась частичная вырубка лесов, в основном на прибрежных местах, на прибрежных территориях, чтобы можно было там организовать плантации. Конечно, использовался труд местных жителей. Но они оказались не очень хорошими работниками. Точнее, они, конечно, старались, но физическая выносливость с точки зрения хозяев оставляла желать лучшего. Поэтому сюда доставлялось большое количество рабов, как мы помним, из Африки порядка нескольких миллионов, может быть, нескольких десятков миллионов человек. И промышленные результаты были очень интересными. Ну вот, например, посмотрите, пожалуйста, как выглядел один из железнодорожных мостов в Аргентине. Такая вот деревянная конструкция с вкраплениями железных элементов, металлических элементов. И она была довольно прочной. По тем временам это было чудо техники. Или, например, строительство Панамского канала, которое продолжалось довольно долго. И вот фотография 1914 года, когда впервые одно из кораблей, один из кораблей судно прошло по части Панамского канала. Ну а вот этот Панамский канал на карте. Стройка унесла огромное количество жизней. Приезжали сюда испанские рабочие, потому что на территории Латинской Америки не было квалифицированных рабочих кадров. И желтая лихорадка, малярия, косили их страшно. Больше половины приехавших погибали. Поэтому среди мигрантов трудовых ходила такая очень черная шутка о том, что испанский работник приезжает сюда со своим гробом наперевес. Канал был открыт в 1920-1921 годах. И сразу же выяснилось, что он очень выгоден. Многие суда шли именно по нему. Да практически все, вместо того, чтобы огибать территорию Южной Америки. Появилось развитое плантационное хозяйство уже на иной промышленной основе. Поскольку появились технологии сохранения, переработки и дальнейшей транспортировки продукции в страны Европы и в Северную Америку. Но вот сегодня один из самых распространенных фруктов в мире это банан. Вот так он растет. И банановое дерево на самом деле не дерево, а это трава, которую каждый год срубают, чтобы из серединки вырос новый росток и дал новый урожай бананов. Вот так бананы транспортируют во многих странах. В Эквадоре, например, в Гондурасе сделаны даже специальные канатные дороги для транспортировки бананов на побережье. Ходят даже небольшие поезда для этой же цели предназначенные. И дальше бананы сортируют, упаковывают. И когда мы приходим в супермаркет, мы их там покупаем. Именно вот в этих коробочках они там находятся. Как их привезли из Латинской Америки. Животноводство развивалось тоже на промышленной основе. Ткацкие фабрики и шерстомойные фабрики создавались и перерабатывали шерсть животных. Надо сказать, что крупных животных домашних в Латинской Америке не было. Не было ни лошадей, ни коров. Их привезли из Европы. Переселенцы из Испании и Португалии. Но здесь были ламы, альпака и гуанака. Поэтому разводили их. А потом уже, конечно же, разводили и тех животных, которых привезли. И надо сказать, довольно успешно. Вот пример такого успеха. Это Аргентина, которая сегодня является одним из крупнейших поставщиков мяса. И вы видите сейчас такого самого типичного пастуха аргентинского, который называется гаучо. Вот он в пончо, в традиционной одежде, верхом на лошади. На которой проводят весь свой рабочий день. И огромные стада крупного рогатого скота сегодня находятся в Аргентине. Бразилия прославилась кофе, хлопком, плантациями хлопка и поставками апельсинового сока. Ну, а также традиционно сахара. То есть нужно сказать, что такая сырьевая ориентация, плантационная ориентация и минерально-ресурсная ориентация, к которой позже присоединялась еще и нефть, присоединились фосфориты и серебряные различные изделия. Также делали из серебра Латинской Америки. Многое другое здесь было обнаружено. Конечно же, сыграло, наверное, не самую лучшую роль в развитии Латинской Америки. Ну, вот пример хлопковых плантаций. Опять же, возникали текстильно-ткацкие производства. Но в основном это шло на экспорт. Так же, как и апельсиновый концентрат и многое-многое другое. По зерну выделилась значительно Аргентина, которая тоже сегодня является одним из лидеров производства зерна. Ну, помимо этого выращивали традиционные овощи, фрукты, которые также в значительной степени экспортировались. Например, тот же самый любимый, наверное, авокадо. И знаменитые стейки появились, в общем-то, благодаря аргентинскому мясу в том числе. Поставки шли в разные страны. И сегодня Россия активно закупает продукцию Аргентины. Чили прославилась своими медными рудниками, самыми крупными в мире. И здесь вот эти медные рудники, как вы видите, занимают огромное пространство и приводят к серьезным экологическим проблемам. Но не случайно сегодня у Чили, в общем-то, проблем много. Одна из них, что делать вот с этой территорией. Чилийская медь на мировом рынке всегда была представлена, начиная с XIX века в значительной степени. Не случайно Анда – это медные горы, поскольку там очень много месторождений в мире. Ну а Куба традиционно славилась сахаром, ромом и сигарами, которые производили как такую продукцию истинно кубинскую. Но к XIX веку, особенно к началу века XX, сложилась ситуация, при которой страны Латинской Америки были вынуждены закупать огромное количество товаров народного потребления и техники, необходимой для развития промышленности. Скупалось это за рубежом промышленных развитых странах. Что-то привозили из Соединенных Штатов, что-то привозили из Европы в обмен на сырьевую ресурсную продукцию. Это было очень неудобно и это вызывало серьезные экономические проблемы. То есть страна очень сильно зависела от международных поставщиков. Стоило измениться, политики импорта и страны Латинской Америки оказывались очень уязвимыми. Поэтому было принято решение о введении политики импортозамещения. Произошло это примерно в 50-70-е годы прошлого века. После страшнейшего кризиса, который потряс абсолютно всю Америку и Северную и Южную, Великая депрессия 1933 года и последующие за этим годы привели вот к такому решению. В связи с этим, в связи с тем, что кризис обрушил цены на товары, и спрос на товары из Латинской Америки, так называемые колониальные товары, так их долго называли, было принято решение об импортозамещении. И эта политика реализовывалась по-разному в разных странах. Очень часто в разных странах Латинской Америки происходили перевороты, военные перевороты, вооруженные перевороты с большим количеством жертв, поскольку не все были с этой политикой согласны. Но надо сказать, что чаще всего в переворотах люди, пришедшие к власти, политические лидеры привлекали на свою сторону рабочих. То есть это были такие индустриально-политические перевороты. Ну и профсоюзы. И вот несколько моделей сложилось в странах Латинской Америки. Одна из наиболее интересных – это в Аргентине. Аргентинская модель, когда к власти пришел Хуан Доминго Перрон, который был президентом страны, и Эвита Перрон, первая леди этой страны. Не случайно я здесь поместила ее фотографию, потому что с ее жизнью очень многое в Аргентине связано. Следующая страница – это Чили. Это история, связанная с приходом к власти военного Аугуста Пиночета, который всячески истреблял вообще любые ростки социализма и коммунизма. Он сменил на этом посту президента Сальвадора Альенде, был вооружен на переворот, точно так же, как и в Аргентине в свое время. Но здесь жертв было гораздо больше. После пришествия к власти Аугуста Пиночета началась череда таких вот нестабильных историй, а затем был подъем экономики, который назвали чилийским экономическим чудом. Вот мы сейчас можем видеть на графике, как это происходило, в какие годы. И дальше начался уверенный промышленный рост Чили. Из-за чего? Из-за того, что развивалось свое отечественное производство. И хотя к личности Пиночета относятся сегодня очень сложно, в том числе и в самом Чили, 50 на 50. Действительно, часть считает его кровавым диктатором, часть его считает великим политиком и экономистом, но тем не менее, вот результаты налицо. Возникали очень активно, особенно в первой половине 19-го, в первой половине 20-го века, так называемый Макелодорос. Макелодорос – это предприятия, которые строились на границе с Соединенными Штатами. Ну, естественно, большей частью на территории Мексики, но и в других странах позже тоже они возникали, уже вдали от границ. Макелла – это плата мельнику за помол зерна, которую платил испанский крестьянин, это испанское слово. И, собственно, в чем выражалась вот эта Макелла? В том, что на предприятиях, которые появились уже как явление, вот такое статусное с названием Макелодорос в 2003 году, например, было более 3000 предприятий, это был звездный час Макелодорос. Вот на этих предприятиях производилась продукция, которая отправлялась потом в Штат, но за это, естественно, страны получали определенную прибыль. Особенно часто располагались, естественно, вдоль границы США. Примеры Макелодорос, наверное, самые яркие – это автомобильная промышленность и легкая промышленность. Вот такие цеха возникали, на них работали тысячи рабочих. Вот карта Макелодорос. Вы можете увидеть, где они были размещены. И самые крупные Макелодорос располагались, например, в таких городах, как Тихуана. Надо сказать, что в эпоху индустриализации страны Латинской Америки, в общем-то, довольно сильно преуспели. И особенно выделялась, например, Бразилия и Мексика, как страна, близкая к Соединенным Штатам, пользующаяся отчасти технологическими достижениями. Возникла собственная автомобильная промышленность в Бразилии. Причем она развивалась очень быстро. И в 2013 году седьмое место в мире она занимала по количеству выпущенных автомобилей 3,5 миллиона машин. Автомобильная промышленность привлекала, в том числе, и участие иностранных компаний. Ну вот все иностранные компании мира, которые занимались автомобилестроением, так или иначе участвовали в автопроме Бразилии. И Nissan, и Toyota, и Renault, и Honda, и Volkswagen. И, в общем-то, откатывались разные модели. А потом появились уже и национальные компании. И вот, например, продукция национальной бразильской автомобильной компании. Это грузовые, полугрузовые автомобили, джипы для пересеченной местности, какой, собственно, в Латинской Америке много. Надо сказать, что к сегодняшнему дню Латинская Америка это, в общем-то, индустриальный гигант. И вот здесь, на иллюстрации, мы видим на левой части то, что Латинская Америка отправляет в Китай. То, что она в Китай экспортирует, можно прочитать, увидеть. Например, соевые бобы и продукция растеневодства и животноводства. А в правой части то, что отправляется в Соединенные Штаты. Хотя по-прежнему сохраняется ресурсная сырьевая ориентация, но экономики очень многих стран в Латинской Америке развиваются успешно, бурно. То есть, индустриализация идет довольно быстро. И прогноз очень благоприятный. Потому что строятся, например, нефтяные платформы. В Бразилии была найдена нефть. Нефть добывается на севере Латинской Америки, Венесуэла. Нефтедобывающая страна. Строятся предприятия по переработке медиалюминия непосредственно. Хотя они, опять же, экологически небезопасны. Тем не менее, они в Латинской Америке возникают. Возникают предприятия по производству самолетов, автомобилей, бытовой техники, естественно, одежды. Предприятия легкой промышленности, пищевой промышленности. Их довольно много. И хотя работы по-прежнему не на всех хватает, тем не менее, индустриальное развитие Латинской Америки налицо. Прогноз заключается в следующем. Рост волового внутреннего продукта в странах Латинской Америки вы можете видеть на этом слайде. И здесь мы видим, что выделяются уже такие, даже можно сказать, гиганты, которые некоторое время оставались в тени. Это страны андийские, это Чили, это Аргентина, которые становятся очень мощным промышленным игроком на мировой арене. Ну и сохраняют свои позиции Бразилия, например, и Мексика. Хотя темпы их роста немножко замедлиться. Развитие стран будет заключаться не только в создании новых вот таких вот полей и территорий и сырьевых каких-то организаций, связанных с добычей минеральных ресурсов, конечно же. Но сырьевая ориентация также сохраняется. Вот вспомните, пожалуйста, перуанский серебряный рудник, потоси. Вот так он выглядит сейчас. Он до сих пор эксплуатируется, как и многие старые месторождения минеральных ресурсов Латинской Америки. Что же в результате? Страны Латинской Америки начали особенно быстро развиваться во второй половине XX века. Это было связано с принятием решения об импортозамещении и со многими другими политическими и экономическими решениями. А также с приходом к власти амбициозных, хотя не всегда социально настроенных диктаторов и лидеров. Модель импортозамещения заключалась в том, что нужно было снабжать население и страну всем необходимым. То есть перестать зависеть от других стран. И это сработало. Появилась экспортная модель. Она существует и до сих пор, так же, как и модель импортозамещения. И экспортная модель связана с тем, что многие страны Латинской Америки производят продукцию на экспорт. Всего вам хорошего. Увидимся на следующем уроке. До свидания.